Всем зрителям и подписчикам нашего канала привет с вами Дмитрий и канал Деревню. Для многих наверно не секрет, что я занимаюсь копчением периодически и у меня даже имеется вот такой дымогенератор собственного производства. Дымогенератор рабочий, но имеет конечно массу всяких недоделок и в общем-то модель такая у меня экспериментальная на нем можно значит увидеть тут следы экспериментов видео таких вот отверстий проделанных кое-что я уже показывал в предыдущих обзорах в общем в принципе модель рабочая но ввиду того что она экспериментальная периодически приходится ее и контролировать то есть так вот чтобы я его поставил она дымила говорить об этом не приходится то есть каждые полтора-два часа иногда через час приходится подходить подстукивать там где-то шурудить пепел высыпать трубочку надевать еще что-то в общем постоянно нужно за ним какое-то наблюдение вот это конечно несколько напрягает и в момент такой что ну бывает то дымит то не дымит и соответственно это очень сильно отображается на качестве продукта а у меня как раз сейчас пошла волна заказов именно на копчености вот и я подумал что для себя то конечно можно и так коптить и и это коптить вот но когда ты работаешь на заказ нужно уже какая-то стабильность что ли в работе а и вот как раз мне не хватало я полез в интернет в поисках чего-нибудь из мира дымогенераторов поискать посмотреть как я понял у нас вот на российском рынке в частности такие три основные компании представлены я по выбирал посмотрел обзоры тех и тех вариантов и этих и в общем-то для себя определился с конторой которая подходила мне по многим параметрам во первых я не хотел чтобы крышка была деревянная потому что насмотревшись обзоров где были дымогенераторы определенных фирм представлены увидел что там деревянные крышки я сделал себе точно такую же в надежде что конденсат там на нее не будет садиться то есть нагреваться она не будет но это правда что она не нагревается вот но и посмотрел один обзор где крышку эту заклинило в дымогенераторе в общем я это даже предусмотрел у меня вот этот диаметр он так сильно меньше диаметра вот этой трубы то есть он там гуляет есть определенный люфт он конечно не застревает но тут пошла другая проблема вот эта крышка наружно она начала вот так вот выгибаться деформироваться и короче вот отсюда начал валить дым прижимать ее там как-то было бессмысленно я ее снял просто мне вот эта поверхность более-менее ровно пришлепнул железякой кирпичом там сверху чтобы не сочилась началась другая беда по этой железяки потекут конденсат начал течь ведь вот такие следы здесь то есть поднимаешь она вся вот в этом добре в общем весь уделанный весь вонючий получаешь такой коптильщик со стойким дымом копчения запахом вот этим вот ну колхоз он и в африке колхоз никуда он не уйдет и решил таки устроить и небольшой подарок на новый год в общем я заказал себе дымогенератор о котором хочу сейчас рассказать дымогенератор небольшой компактники то есть вот он пришел в такой коробочке здесь к нему сумочка прилагается с названием компании который я доверился вот пришел в такой пупырки пленочки компактная коробочка вот он в общем соответствовал моим основным критериям то есть это не деревянная крышка обязательно нижний забор дыма верхняя против него выступая мне некоторые спрашивают чем он плох отвечу он вреднее это первое то есть очень много смол поступает в коптильную камеру второе там щипа может зависать как соваться то есть через весь слой щипы практически проходит вот этот дым третье что там компрессор должен работать на более высоких оборотов чтобы протянуть через слой щипы дым ну в общем масса своих недостатков нюансов вот поэтому для меня именно вот нижний забор дыма был актуален значит что вот я тут скрыл между делом пока идет тут пакетик бумаг тут так гарантийный срок эксплуатации на дымогенератор 7 лет на компрессор 2 года похвально в общем тут краткая инструкция такой мануальчик идет к нему потом а это на компрессор идет паспорт и сборник рецептов 9 простых рецептов совета начинающим коптильском коптильщикам полезной хитрости от мастеров вот такая вот распечатка которая будет весьма полезно то есть чтобы было от чего отталкиваться вот такой набор напутствия коптильщику так сверху вот тут лежит это у нас ершик по всей видимости для ухода за дымогенератором металлический такой весьма основательный 20 26 миллиметров диаметром и хвостовик 8 миллиметров диаметра в принципе этого достаточно чтобы зажать его например шуруповерт или в дрели и так вот пошурудить служить я думаю будет долго такая штучка идет здесь силиконовая трубочка как производитель обещает ну да мягкая такая турбо зажигалка и видимо комплект крепления дымогенератор к коптильне силиконовая трубочка это очень похвально потому что вот у меня трубочки пвх были они отгорают плавятся спрыгивают с моего с этого сопла постоянно общем беда та еще так что силикончик это очень даже хорошо далее значит комплекте идет тот самый немецкий компрессор это тоже был один из определяющих факторов потому что у остальных производителей я посмотрел там что-то как-то умалчивается по про происхождение компрессора здесь идет компрессор сделанный в германии у него там есть встроенный фильтр который фильтрует входящий в него воздух и тем самым предохраняет нагнетающие вот эти элементы у него металлические штуцера что тоже как бы говорит в его пользу довольно таки мощный потому что на всю мощь его включает только в самом начале когда идет розжиг щепы потом коптят на минимум не даже рекомендуется снимать с одной трубочки шланчик и как бы его глушить завязывать потому что даже одного сопла мощи достаточно для того чтобы поддерживать линии щепы и генерацию дыма вот ну и собственно вот он сам дымогенератор ой тут какие-то еще плюшки в нем кухонная нить стопроцентный хлопок это я так понял для обвязки копченостей для кулинарных экспериментов здесь такая дырочка можно прям вытаскивать клубочек будет внутри можно тянуть за нитку и как бы ничего никуда не потеряется прикольно забыл сказать зажигалка тут турбу еще сидите не упомянул turbo зажигалочка лежит так и тут по ходу щепа щепа судя по разнородности это какой-то наверно сбор фирменный коптиловский ну попробуем так через дырочки щепа как щепа так ничем особым не пахнет вот и собственно вот он сам дымогенератор который тоже состоит из запчастей тут такая трубочка патрубок так называемый внутри проходит медная трубочка от которой идет штуцер сюда шланг надевается от компрессора и что приятно вот такая вот п-образная причем быстро съемная штучка кронштейн вот этот не г-образный а именно п то есть он держит наиболее прочная жестко дымогенератор то есть когда ты будешь насыпать щепом тебя не будет там гулять во все стороны и так как здесь это разъемы вот эти то есть не монолитные отверстия пазы практически можно его просто надевать очень быстро это монтируется вставляем патрубок совместить тут все донышко то есть такой момент что есть некоторые производители у которых необходимо сдергивать дымогенератор с донышко здесь эта проблема решена здесь наоборот дымогенератор стоит монолитом если там надо щепу сыпать вниз подставляется ведерко чик чик секунда ваша щепа высыпалась можно его собирать обратно все и еще такой момент про про крышечку деревянную я уже говорил да что все-таки живой материал есть живой материал и он начинает деформироваться или разбухать или его начинает коробить вот здесь ребята предусмотрели такую фишку во-первых вот крышка металлическая очень четко подходит сюда прям пригнана как влитая сидит производители заявляют что никаких потеков мы здесь не увидим то есть все будет уходить внутрь дымогенератора и тоже приятная фишечка это вот силиконовая ручка потому что эта штука греется потому что я коптил на своем когда генераторе пластинку кладешь она такая довольно таки горячий да и сам как бы дымогенератор а тут так силиконовая ручка чудненько как зеркало класс кстати вот одно из достоинства что он из нержавейки выполнен в отличие от того же моего который все равно ржавеет и с каждым разом с каждым проходом на нем все больше сажи шлака образуется там же вода содержится в опилках конденсат вот этот в общем выглядит он такой не презентабельно внутри прямо скажем а здесь нержавейка который в принципе можно либо прокалить либо просто почистить хорошо ничего страшного с ней не случится это пищевая нержавейка здесь вот я так вижу если мне глазомер не обманывает три миллиметра толщина стенки здесь чуть меньше около двух миллиметров то же самое можно сказать о кронштейне тоже где-то два миллиметра сталь производители заявляют что он дымит если не ошибаюсь семь с половиной часов на одной закладке вот этот дымогенератор при определенных условиях когда снят шланчик с компрессора то есть когда он в одну дырочку дует и как бы вот до количество дыма при этом выдаваемая в камеру будет достаточно для того чтобы нормально коптить продукт в принципе наверно все подымогенератор остается только протестировать его вообще вот на сказать внешний вид у в отличие от от моего до железного черного который в комплекте с ульем у меня используется со старым вот внешний вид от этого устройства у меня мотивирует теперь сделать наконец такую нормальную красивую коптильню в которой можно по-человечески коптить продукты они тот улей в котором я сейчас химичу не не во всем меня устраивает там и дым ложится неровно и продукт висит слишком низкой близко к дыму вот так что надеюсь что я сейчас за вот эти новогодние каникулы построю свою коптильную наконец-то нормальную и в общем-то хорошим поводом к этому как раз вот послужит это устройство если кому-то интересно где и откуда либо наберите коптил там в яндексе в гугле чем пользоваться либо я просто оставлю ссылочку в описании на этот аппарат вот ну что я с прощаюсь на этом всем пока до новых встреч